Здравствуйте! Есть у исторической науки и у биологии такая загадка. Что такое чёрная смерть, которая поразила в Средневековье Европу? Когда десятки миллионов людей, как утверждают историки, нашли свою смерть, вот эту самую чёрную смерть. Была ли это бубонная чума? Это есть такое заболевание, ныне известное. Каждый год в мире им болеет около тысячи человек или несколько тысяч человек, в зависимости от года. Некоторые из них умирают до сих пор, но эпидемии не возникает. А вот что это за болезнь? Чёрная смерть её называли тогда. Говорят, что название пришло вот почему, что человек, умерший от чумы, чернел, труп его чернел. Вот и всё. Была ли это бубонная чума? Дело в том, что есть в этом отношении большие сомнения. С одной стороны, бубонная чума вроде бы похожа по описаниям на то, что происходило в средние века. Человек, подцепивший это заболевание, начинает болеть. В нём идёт, значит, процесс болезненный. Размножаются возбудители. Возбудители перегружают иммунную систему, засоряют все протоки лимфатических узлов. Лимфатические узлы опухают и лопаются. И вот когда они лопнули, вот человек считался без лечения, если имеет шанс выжить. То есть доживший до изъязвления бубонов, он мог остаться жив в средние века. Считалось так. Но, понимаете, как есть одна загадка. Очень быстро распространялась эта бубонная чума. Такое впечатление, что она летела по ветру. То есть быстрее, чем средства связи могли переносить заболевших людей или распространителей чумы крыс из одного города в другой. Нужно сказать, что крысы, они только погибнув, становятся распространителями чумы. Пока крыса жива и болеет чумой, блохи будут питаться этой крысой, кровью этой крысы. Она для них самая замечательная кровь, крысиная кровь. У блох, правда, возникает проблема. Они тоже болеют чумой. У них становится непроходимый пищеварительный тракт. И только что приобщившись к крови очередной своей кормилицы, крысы, она отрыгивает обратно эту кровь и, соответственно, заражает материалами с этой пробки, которая возникла у них в пищеводе, следующую свою жертву. Когда все крысы погибают, им приходится переходить на нас, на людей. Для людей людская кровь для блох очень неприятна на вкус. Они в последнюю очередь на них переходят, пока все крысы не вымрут. Вот такая сейчас схема распространения чумы, классической схемы. Есть мнение, что на самом деле эта чума была связана с целым пучком разных заболеваний, которые вместе с ней исследовали. Вот как СПИД, например. У него поражается он иммунную систему, но люди, пострадающие СПИДом, болеют еще целым пучком болезни, которые с ним связаны, которым он становится неустойчивым. Возможно, было дело так. Почему она прекратилась, чума, в конце концов? В Европе. Что люди приобрели какой-то иммунитет к ней? Может быть так. Может быть, Европу заселили более устойчивые серые крысы, победили наконец в этой борьбе. Черные крысы, которых мы уже с вами и не знаем в России. В Европе, они говорят, где-то на чердаках сохранились, еще живут. Они погибли в этой неравной борьбе с чумой. А серая наша любимая крыса Пасюк, которая распространялась с Востока, она осталась жива. Но вот почему-то эпидемии в Европе начали прекращаться с Крайнего Запада. После 1666 года знаменитого Лондонского пожара в Лондоне и в Британских островах больше не было чумы. А в России чума была еще в 18 веке, хотя крысы у нас появились раньше. Вот загадка. Не знаю, как ее решить. Удачи вам, все добро, не болейте. Продолжение следует...